В регионе продолжают предоставлять гражданам субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. За консультацией сегодня можно обратиться в соцзащиту. Далее уже с перечнем документов на оформление прийти в многофункциональный центр. Субсидия оформляется на заявительной основе с предоставлением необходимого комплекта документов, который входит в свидетельство о регистрации права собственности на данное жилое помещение, платежные документы, лицевой счет на жилое помещение, паспорт заявителя, документы, удостоверяющие личность членов его семьи. Льготы выплачиваются ежемесячно. Средний размер выплаты в отопительный период составляет около 2000 рублей. В минувшем году получателем компенсации стали более 12 тысяч человек, а субсидии получили около 39 тысяч человек. Самый злободневный вопрос, который волнует население, если заявление с полным пакетом документов подано до 15-го числа, 15-го включительно определенного месяца, то соответствующие выплаты на полугодие назначаются именно в этот месяц, с этого месяца. Если документы поданы после 15-го, это с 16-го числа и последующего месяца, в котором подается заявление, то субсидии назначаются со следующего месяца. Так, если платеж за жилое помещение превышает 22% совокупного дохода семьи, то эта ячейка общества имеет право оформить субсидии, которые предоставляются сроком на 6 месяцев. Также компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут сделать пенсионеры и дети-сироты, если расходы на ЖКХ превышают 10% дохода. Для пенсионеров любая рубль помощь, а уж если субсидии, они же приличные довольно-таки. Все это зависит, конечно, от квадратных метров, от того, сколько ты получаешь пенсию. Да, вы знаете, просто без этого вообще сложно обойтись. На 2019 год в областном бюджете заложено почти 398 миллионов рублей на предоставление субсидий и компенсации гражданам. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.